Видеоаналитика Несколько сейчас все-таки переоценена, от нее ждут большего, чем она умеет И поэтому зачастую возникает неудовлетворенность у заказчика, у потенциального потребителя видеоаналитики Видеоаналитика не может оценивать ситуацию К сожалению, видеоаналитика реального времени требует оценки ситуации заранее Построение модели нарушителя и только после этого можно разметить тем или иным образом области, зоны, камеры Для того, чтобы получить удовлетворительные сработки или сигналы, которые видеоаналитика может генерировать А хотелось бы, конечно, чтобы видеоаналитика могла оценивать изображение, оценивать поведенческие мотивы объектов Я не говорю людей, я говорю объектов Потому что это могут быть и автоматические какие-то средства, автомобили, не знаю, животные в конце концов И после этого, может быть, если и не давать рекомендации по взаимодействию с внешним миром охранников или каких-то спецслужб То как минимум просто предоставлять им информацию полезную Вот видеоаналитика этого сейчас не может, к сожалению Это всего лишь пока датчик, очень похожий на датчик периметральной сигнализации, пожарной сигнализации Просто видеодатчик То есть привлечь внимание оператора она может? Она может, но при условии, если тот, кто настраивал систему, заранее точно знал, как будет себя вести потенциальный нарушитель И были внесены различные разметки, зоны, линии и так далее, и так далее Скоростные характеристики внесены для видеоаналитики этого потенциального нарушителя То есть необходимо как-то формализовать возможные варианты поведения? Обязательно Единственное, что сейчас возможно, это как раз таки описать, формализовать возможные варианты поведения и после этого на них среагировать Понятно Скажите, пожалуйста, а изменились ли представления о возможности видеоаналитики в 2000-х последних лет? Кардинально, кардинально, не думаю Значит, представление, вы задали вопрос о представлении И 10 лет назад вполне себе существовало представление о том, что можно нарисовать линию и объект ее пересечет, и мы это зафиксируем А нарисовать зоны, плоскости различные Простейший детектор движения существовал уже, это тоже видеоаналитика Все прекрасно понимали, что надо будет распознавать лица, делали это хуже, сейчас это делают в разы лучше Все прекрасно понимали, что надо распознавать автомобильные номера, и это делали, но это была концепция, сейчас это работает идеально Вот принципиально, совсем принципиально нового, так особо ничего не появилось Появились интересные технологии, которые стали доступными Раньше это были концепты, сейчас они доступны Ну это приблизительно как лет через 10, меня может быть спросят о том, представляли ли 10 лет назад, что видеоаналитика может работать одновременно на тысячах камер Передавая объекты с камеры в камеру Туда представляли, и вполне себе представляли путь, по которому надо идти, но пока этого нет, но это будет обязательно Вот такая же ситуация и 10 лет назад была Ваш прогноз на будущее? Многокамерная аналитика, аналитика внутри одной камеры уйдет на устройство На серверах останется многокамерная аналитика, объединяющая информацию с датчиков, с устройств Работа будет не с видеоизображением, а с картами, с планами Вообще другим представлением совершенно, 3D или плоским, посмотрим До сих пор спорят на эту тему Ну и соответственно, все потихонечку, все-таки будет двигаться в сторону ситуационного анализа По крайней мере, есть понимание, как это делать, куда двигаться Не хватает явно процессорных мощностей и то, что мы сейчас называем мегапиксели Простите, Андрей, параллельно я вас понял, вы сказали, что видеоаналитик будет смещаться и полностью уходить от видеокамеры, от сервера Нет, я нет, вы меня не поняли, неправильно поняли Видеоаналитика, элементарная видеоаналитика, о которой мы сейчас говорим, полностью наоборот уйдет на камеры, на устройства В вычислительной мощности распределяться, да и просто видеоаналитика оценочная, ближе к матрице, работает лучше На серверах останется многокамерная видеоаналитика То есть сервера будут получать, по моему мнению, данные в виде треков, от камер, как от источников данных И будут строить поведенческие линии объектов в масштабах целого, целой карты, целого плана То есть целого большого объекта, предприятия, завода и так далее Понятно, а как быть с сжатием? А как быть с сжатием? Сигналы видеокамеры будут сжаты, на разжимание, на потери, а видеоаналитика от этого не будет? Видеоаналитика будет получать данные от видеокамер Видеокамера будет генерировать те самые метаданные, да, а сервера будут заниматься тем, что накладывать эти метаданные на реальные планы объектов И заниматься отслеживанием объектов в пределах большой площади Сейчас пока видеосервер, так же как и камера, занимается одним и тем же Они оценивают видеоизображение в пределах одного источника, одной видеокамеры И пытаются оценить, как себя ведет объект и что он делает в пределах одной видеокамеры Вот я утверждаю, что этим будет заниматься стопроцентная полностью видеокамера А сервер будет заниматься оценкой поведения объекта в масштабах, не знаю, города, страны, большого предприятия, офиса и так далее Спасибо, я думаю, мы здесь сможем встретиться легче резистить и сравнить вашу оценку с тем, что будет реальным Было бы очень интересно Спасибо